Доброе утро! Чтобы день был в порядке, начинай его с зарядки. О, как здорово! Ну что, тогда мы обращаем ваше внимание на сцену. Небольшая зарядка специально для всех наших зрителей. У нас сегодня в гостях юные гимнастки, которые нам показывают, как многие не смогут... Как делается разминка. Я так точно не смогу. Вот так сидя я бы смогла. Носочки вытягивать. Давайте знакомиться. У нас в гостях юная гимнастка Бычкова Милана, 5 лет. Милан, помаши рукой или ногой. Гаязова Алиса, 7 лет. И Ксения Маринина, 9 лет. А также к нам пришли взрослые руководители Анастасия Лагутина, директор спортивной школы художественной гимнастики и хореографии, детской развивающей гимнастики. И еще второй педагог, видимо. Представляйтесь. Королева Анна Эдуардовна, тренер-педагог спортивной школы Дэмит. Мы вас приветствуем. Скажите, пожалуйста, с какого возраста? Мы видим три возрастные группы, они явно занимаются, и все они вместе. Они... С какого возраста гимнастикой стоит начинать заниматься? Потому что это явно не старт. Они уже много чего умеют. Саша вот пытается научиться. У меня ничего не получается. Но кошечка-то получается? Нет. Получаю. Слушайте, дорогие друзья, напишите в комментариях, Саша, приветствую. Я пытаюсь спину выгибать, но у меня не получается. Головка, Милаша, до попы доставать? Чем? До попы. Можешь ли ты, Саша, головой достать? Нет, они несоизмеримо далеко друг от друга, поэтому можно я вернусь обратно? Давайте все-таки начнем. С какого возраста лучше всего заниматься гимнастикой? В каком возрасте пришли эти девчонки? Девочки пришли к нам кто в 4 года, кто в 5 лет. Заниматься, естественно, лучше, чем раньше, тем лучше. То есть привьется дисциплина гораздо скорее и быстрее, к 6 годам. Выступать девочки начинают с 4-х годиков, разряды с 6-ти лет начинают. Ох, она так делает этот гран-батман, конечно, очень красиво. Устала? Немножко. Устала? Можно ногу поменять, мы в целом готовы к этому. Спорт развивает обе половины и обе ноги. Скажите, пожалуйста, ну а что вообще больше играет роль? Природная предрасположенность к этому, либо упорство? Или это как-то генетически должно быть заложено? Безусловно. Гибкость и развитие пластики – это очень важно, но без характера, без спортивного характера, без спортивного духа и цели… И без интереса к этому занятию, конечно. Да, не добиться результатов. Ну, в целом, любой ребенок, который очень хочет, заряжен, или его родители очень хотят, способен добиться результатов. Или есть ограничения, и к этому тоже нужно спокойно относиться. Мама приводит девочку, и говорят, к сожалению, ваша девчонка не станет чемпионкой, можете для своего удовольствия дальше продолжать занятия, но у нее по каким-то причинам. Так бывает? Нет, или это все-таки все очень индивидуально, и от тренировок зависит больше, чем… Верно сказали, что все индивидуально зависит от тренировок. Большей степени зависит именно от ребенка. Как бы родитель не хотел успеха у своего ребенка, если ребенку это неинтересно, ничего не получится. Если ребенку интересно, родитель должен поддерживать этот самый интерес, чтобы развить все возможные навыки и качества. Только тогда получится успех. Я знаю, что ребенок, когда приходит на занятия, очень важно, кто его тренирует. И очень важно, чтобы был контакт между подопечным и тренером. Но как сделать так, чтобы был тот самый контакт, чтобы педагог нашел нужные ключи для того, чтобы ребенок заинтересовался и хотел идти именно к этому. Как совмещать кнут и пряник? Потому что работа – это очень жесткая, нужно с ними строго, но при этом, чтобы дети не боялись. Знаете, я скажу вам по тренерскому опыту, что педагог в сфере спорта – это не просто профессия, это все-таки призвание. Далеко не каждый человек, кто имеет образование педагогическое, может стать настоящим педагогом. Потому что педагог – тренер. Он сочетает в себе очень много разных качеств. Это и умение привить трудолюбие, и любовь к детям, и самоотдача очень большая. Ребенок он всегда чувствует, если тренеру все равно, если тренер его не любит, если тренер не вкладывается в него душой. И если этого не происходит, дети начинают угасать, они теряют интерес. Это очень важно в таком юном возрасте, на этом этапе, чтобы дети не теряли интерес к тому, чем они занимаются. Подпитывать его правильно. Но вот мы хотим интерес подпитать наших телезрителей. Мы знаем, что вы пришли не с пустыми руками. Да, есть какой-то реквизит. Булавы, есть обруч. И наверняка вы готовы нам продемонстрировать то, что девочки уже научились. Покажите нам небольшой мастер-класс. Чьи это предметы? Девчонки, да, разбирайте, что вы можете с ними показать. Но помните, у нас световые приборы. Высоко не прыгать. Наша, садись в лягушечку. Все хорошо. Так. Ничего страшного. Это получается, какой предмет? Я знаю, что их добавляют по очереди. Да, это называется булавы. Ух ты, ух ты. Ксения выполняет у нас в данный момент перебросочки на прямых руках. Ксения самая старшая. Она занимается уже, наверное, лет 5-4. Она у нас 3 года занимается. Один год? У нас занимается 3 года, до этого в другой организации. Алиса занимается у нас 2 года, выполняет задание мельница. Тоже с булавами. А Милана тренирует растяжку, правильно, в лягушке? Саша, способен ли так посидеть? Для симметричности, просто для симметричности, чтобы у нас была картина композиционная, красивая. Как нужно сесть? Сегодня возьми обруч, покажи. Дорогие телезрители, я не уверена, что мы потом способны Сашу собрать из этой позы, потому что суставчики-то уже, Саша, не молодые. Мне некомфортно сидеть, я тут честно скажу. Мы можем тебе дать обруч, и обруч ты точно 100% когда-нибудь в детстве закрутил, и наверняка даже можешь попробовать. Вот булавы лучше не бери. Все правильно, все верно. Есть у Саши шанс? Главные попытки. Мы, кстати, занимаемся со взрослыми тоже. Задатки. Вообще, можно чему-то научить вот так, за быстрый какой-то период, какому-то небольшому элементу, чтобы выглядеть достойно? Вообще, папы приходят с девчонками, или это все только мамы? Да, взрослые тоже приходят. Они тоже должны быть заряжены. Свою координацию, да, свою координацию подтянуть, пластику, гибкость. Саша, мы верим в тебя. Вот смотри, тренеры на тебя смотрят, и, возможно, даже возьмут тебя к себе тренироваться. Как говорят, пока ты гибок, ты молод. Пока ты гибок, Саш, ты можешь. Мне всего лишь 37. Давай, мы верим. И сейчас еще ногу надо поднять. Зачем? Ну или как пойдет. Ну ты же гимнастка, Саш. Чтобы обруч получилось закрутить на талии, вам нужно прижать его к спине, замахнуться руками и запустить по телу. Вау! А ты раньше никогда этого не делал? Нет. Так, да, я тебя поздравляю, целых 2 секунды, и он крутился. Девчонки, вы, конечно, потрясающие, красивые. Красотки, молодцы, умнички. Очень нас зарядили спортивным настроением с утра пораньше. Мы желаем вам успеха, чтобы ваша карьера развивалась и, конечно, без травм обходилась, чтобы вы прилетали туда, куда нужно, в руку, а не терялись предметы. Особенно, я знаю, что лента самый коварный предмет, который теряется и улетает, ну очень далеко, или мячик, который может укатиться. Девчонки, вам спасибо, мы аплодируем вам прямо сейчас. У вас молодец уже. Можно вставай на ножки? Вставай, все, уже растянулись все суставчики, ты самая пластичная. Все, пойдем. Да, ну вам как можно больше гостей, ваших замечательных подопечных, и чтобы они добивались спортивных успехов. Ну а мы видим вместе с вами, что тут, конечно, безумная любовь между тренером и подопечными, пусть так и остается в вашей жизни.